приветствую с мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю любви счастья радости мира терпения всего всего самого лучшего хорошего в души ваши в дома ваши семьи ваши во все сферы жизни ваши чтоб все у вас было хорошо кто смотрит мои ролики последовательно сегодня вы увидите этот ролик в субботу последним на этой неделе был такой цикл роликов как я считаю немножко жестковатых может в каком плане жестких вот я сегодня подытожу вы знаете как я много раз проповедовала говорю по образу и учению господа моего и бога нашего иисуса христа 2000 лет тому назад явившегося во плоти что любовь к богу это и есть любовь к людям то чему учил нас иисус иисус не пел по нигирике тому как он любит богу на каждых углах не становился не молился не перебирал четки ничего такого не делал да он не сам никак не проявлял внешне свою любовь к богу кроме как любви к людям делами любви к людям до мил не учил нас никак это делать цитирует все время иисуса это избитую уже можешь сказать цитату фразу какая наибольшая заповедь любви господа бог твоего это иисус отвечает во первых на вопрос кого книжников фарисеев учителей закона причем как написано искушай его что просто подкопаться знает он закон может его цитировать или нет иисус им прямо отвечает и заметьте когда он это ответил о любви к богу что первое наибольшая заповедь законе как его и спросили он просто зеркально ответил и любить ближнего вторая подобное заповедь и как сам книжник в одном из евангелий нам сказано что согласился с иисусом и сказал да да вот это все больше всех сажений и жертв любить бога и ближнего и заметьте вот опять как хорошо как любить ближнего нам господь расшифровал даже книжник задумался над тем как а как то мой ближний да и нам господь открывает очередную так скажем тайну хотя которая которая просвещает свет который истину который посещать всякого человека нам в принципе так всем известно кто такой ближний как его любить это любой человек нуждающийся встречающийся на пути нашей жизни но мы видим что его спросили иисус рассказывает прекрасную притчу говорит что иди поступай так же если хочешь иметь жизнь вечную да а любви к богу нам опять ничего не раскрыто одна фраза просто и вот когда ее цитируют меня больше всего удивляет это в христианстве неужели иисус учил любви к богу один раз процитировал моисея никак не раскрыв эту заповедь зато любви к человеку это все вся жизнь иисуса прежде всего потому что все что мы видим мы не видим как он был лидером прославления или церковного хора орал так что штукатурка с потолка сыпалась разве мы видим это в иисусе нет мы видим чтобы он целыми днями резал беззащитных животных принося их жертву неведомому богу или отцу своему небесному или яхве нет мы видим что иисус вся его жизнь была это в делах любви к человеку именно в делах не в словах кстати но словах тоже естественно я имею ввиду не в пустых словах как иоанн богослов потом своем послании так и напишет что будем любить не словом и пустословием не просто болтологии а делом и истиной иисус то же самое я имею ввиду конечно что не пустословием это любил да не какие-то нам учения с небес там о небесной иерархи рассказывал как сейчас любит там всякие ковыряться в тайных учениях в найденных великих истинных а простой банально как их бытовой любви к человеку да причем естественно это любовь должна проявляться и к любящим нас определенным образом и к посторонним вот так скажем людям казалось бы не имеющих с нами никакой связи там родственные рабочие какой-то еще по какой-то нужде мы с ними там в жизни встретились мы даже к врагам но вы знаете при все то что все время грустно заповедь любви к богу и то есть заповедь любви к ближнему до что запад это одна из создавал и кто любит ближнего но не ближняя вообще человека и все божье творение тот и любит бога единственно в каком контексте мы можем принять слова иисуса и разделить эти заповеди что такое бог бог естественно иисус сказал я есть путь истина и жизнь а он и есть сущего на отец одно он бог явившийся во плоти у любого человек спроси что такое истина истина есть святость есть бог есть что-то совершенное абсолютное да все эти слова абсолют истина святость совершенство все это бог бог это есть вот вы знаете действительно единственное как это разделяется вот любовь к богу и любовь к человеку вот если вместо богу подставить слово истина что в принципе не просто подставить а бог и есть истина то любовь к истине действительно на самом деле выше любви к человеку в этом мире который лежит во зле которые в свою очередь исходит из сердец человеческих как и сказал господь вот эти ролики описал и вообще вы знаете вот 10 лет моего христианства 37-летний опыт жизни на земле да конечно же я многие вещи я до сих пор познаю я этого не скрываю но все-таки действительно удивляюсь даже на свое христианство что как я порой мыслил 10 лет назад когда господь не открылся много осталось и до сих пор а многое даже я удивлен что-то именно я то что-то именно всякие лжевые учения религиозные мировоззрения пытались заквашивать и это никак с жизнью не вязалось я удивлен как много так скажем из прошлой грешной жизни до христианства вернулась ко мне я понял что это и было истинный какие-то мировоззрения опыт жизни а вот эту ахинею несвязанность жизни которую нам пытаются постоянно на уши повесить ты просто откидываешь вот и все вот я хотел сегодня конечно же поговорить потому что я много всегда говорю о любви к человеку о любви к так скажем к трем группам людей как иисус учил хоть это грубое конечно деление сегодня наши домашние и ближние любящие нас завтра становится нам врагов до врагом не зря господь говорил враги домашние человеку то есть и вчера из любви к любящим перетрансформируемся уже любимого как врага исполняем другую заповедь и наоборот вчерашний враг сегодня на может быть лучшим другом то есть любящим нас да ну после кстати того же самое скорее все дело любви к нему обращенного и вот знаете конечно же если говорить об истине которая есть в любви казалось бы замкнутый круг но все-таки это немножко не так так как мир лежит во зле то не все наши дела с виду кажется людям конечно любовью потому что добром всем кажется любовь и добро это глажение по головке за все на свете это конечно не так конечно это не битье по голове все действительно это рассматривается очень легко посмотреть как мы воспитываем своих детей мы же ну на я беру конечно же нормальный случай никогда там люди действительно сошедший с катушек уже совсем отпавший от бог да то могут какие-то вещи несуразные уже вообще в голове не умещаю все творят я имею нормальной семьи где родители любят тех кого сами же продели на этот цвет родители воспитывают воспитывают они это делают с ненавистью нет они бьют издеваются мучают нет но бывают наказывают да воспитывают говорят указывают могут быть равнодушными показать на какое-то время холодность да могут не дать что у них просят да дать то что казалось бы у них дети не просят здесь тоже самое знаете то же самое мы к друзьям так относимся к лучшим да к хорошим я беру и любит отношения между любящими людьми до друзья допустим 0 какой-то там сработник твой душа в душу с тобой до человек может он является с тобой вместе работающим как мы к ним относимся вроде бы да мы все делаем максимально для этих людей но далеко не всегда все-таки все люди разные какой бы он не был хороший друг но если у него вчера что-то там бзик какой-то пошел он там грубо говоря напился что-то начал вытворять поехали туда так же ними ними я не да то есть мы это любовь это не знает что мы на все согласны и все готовы в любую в любые тяжкие да поэтому любовь ближнему любовь к человеку заканчивается там это в каком плане да это вот именно беру ведь любовь подраздняет давать соглашаться служить человеку да и вот так скажем наш это любовь и заканчивается там где начинается любовь к истине так скажем где на 0 или как но вы поняли наружу чем я хочу сказать где она противоречит любви к истине да где грубо говоря ты начинаешь сам грешить да все тогда ты это двигаешь господь про это и будет говорить к сожалению там эти места вырывают и думают что надо себе руки ноги по отрубать а иисус говорит там как раз уже о церкви это 18 глава евангелия от матфея где господь говорит если рука нога твоя соблазняет бросит себе ее да там конечно же речь не об этом но кстати это же место вернее есть и связанное только не с блудом а с прелюбодеянием вот это разные вещи это имеется речь не о холостых людях а супругах и там действительно лучше себе наверно руку отрубить чем пойти изменить вот но к сожалению это зачем-то делали себе монахи которые у которых просто были них так скажем сексуальные помышления совершенно не так нормально здравый мужчина и женщина всегда будет думать о таких вещах да вот ну ладно сегодня не об этом и вот действительно когда у тебя на чаше весов любовь к истине и любовь к человеку то выбираешь истину да это если и и знаете в концовке получается опять замкнутый круг это и есть любовь к человеку потому что мир лежит во зле все очень просто вы знаете я вот говорю благодаря этим всем пониманием насколько я стал счастливым я благодарю господа моего и бога нашу что господь мне все вот это открывает просвещает я сам как господь сказал познаете истину истину делает вас свободными ибо всякий делающий грех раб есть греха и это рабство делать несчастным и действительно святой человек верный христианин он он не раб а значит он счастливый вы знаете игры эту мысль я тоже все время тяну к сожалению из-за навешанных нам ложных пониманий греха ложного чувства вины порой за те вещи которым это вообще и грехом то не является ходил я в храм вчера по воскресеньям и я к батюшке иду с поколонной горовой в следующем крестьянин кается что я вот прошлый раз не был и всю неделю я жил с чувством что мне придется за это кается а это вообще грех не и такого везде и всюду я говорю начинаю вот я не кстати не зря в тему коснулся что всякие смотрят смотрящие на женщину с вожделением уже прелюбодействовал сердце своим и все и бедные люди живут страдают что вот они похотливые и достойны все огненные гиены а ведь это совершенно не так речь во первых идет о замужних и женатых людях о супругах то есть о тех людях у которых состоят в браке у которых есть супруг супруга это раз и опять речь идет это речь во-первых к ним обращена они холостым людям у которых естественно возникает желание противоположного пола который он видит мужчина или женщина если бы его не возникало он бы к ней не подошел и никогда бы с ней не женился на ней она не вышла за него замуж потому что физическое влечение одно из этих желаний чтобы соединиться и быть вместе и даже когда обращена эта речь иисуса к супругам здесь не говорит о том что сама мысль греховно там иисус говорит о том что с вожделением что ты уже на самом деле готов на это а не потому что ты идешь смотришь на женщину и у любого здорового человека возникают разные мысли сексуального характера в отношении противоположного пола независимо есть у тебя сексуальный партнер виде мужа жены или нет и это природа и это нормально и это мысли они еще не греховные вы знаете вот вот возьмите ту же самую ортодоксию у них же есть здраво были здравые так называемые святые даже я же в много чего кто знает все перечитал да там есть там люди эти монахи раскладывали все по палочкам есть помысл есть прилог как они там не там целую школу разрабатывали и они были правы я тут с ними даже не поспорю какой батюшка какой дедушка из деревни и наоборот шибко чересчур образованный то ли не знает то ли не понимая и вот именно вешают людям всякую лапшу на уши и грунт хоть это слушай ну ты хоть почитать что там у вас здравые люди писали что сам помысел это вообще не грех вы же боретесь со страстями любите в ортодоксе православец католицизм бороться страстями вот ими вы страстью бы если человек уже все обезумивает этой идеи он и настолько как господь сказал выжделивает он уже все он готов это сделать он хочет это сделать это его страсть этого желания а не сама мысль которую естественно возникает у мужчины глядя на женщину женщины глядя на мужчину вот это делает все человека несчастным да вот такие вот типа грехи конечно же это не грехи никакие то же самое любовь к истине да нам почему-то кажется что мы со всеми должны быть в этом в этой на этой земле в каком-то мире посмотрите на иисуса сегодня я говорю в такой свободной форме сейчас я опять много работы над текстами вы знаете да я обязательно соберу но я и называю симфония нравится мне это слово в принципе но на сайте я назвал это темы как самая короткая не раздела не не там симфония тоже не всем понятно вот тема что можно просто там и короткое само слово она в меню помещается там еще где-то на мобильнике я конечно же соберу обязательно все случаи где иисус как он относился к людям и где вот эти у него очень нам кажется что это редко было на самом деле настолько часто вы не поверите и в притчах и в учении и в делах иисус выбирал между любовью к истине и любовью к людям любовь все всегда выбирал любовь к истине самые нескольких примеров могу так на вскидку вам сказать ну вы помните он рассказывает о том что он хлеб шедший небес мы читаем что многие ученики и фарисеи соблазнились на это иисус говорит и и причем видимо близкие пётр и ученики близкие за это переживают а он им говорит слушайте а не хотите можете тоже отойти можете идти вольном воле свободном свобода первый раз когда он открывается ученикам уже что ему предстоит не царствовать когда они исповедуют его земным помазанным царем мессии израиля на престол давид он открывается мы своих страданий петр по человеческому рассуждению начинает иисусу говорить что да не будет этого с тобой будь милостив к себе он ему говорит отойди от меня сатана не против все богу до сатана бога противник ты думаешь почему потому что же ска не то что божье вспомните случай где он сидит с толпой народу там исцеляет учит приходит все родственники его мама там его да хотя думать что он сошел с ума хотят его кто тебе дал право учить какие у тебя письма есть от раввинов где-то учился ты зачем и какую ты ахинею несешь не культовую несообразная с аудаизмом учишь и любви к человеку вот и в это все учение что ничего соблюдать не надо что иисус говорит мама стоит родственники братья там написано в дверях он проводит пальцем по всем людям будет кто мой брать а ему да говорят вон они стоят ищут тебя мама папа там ну папа уже не было да мама там братья твои сестры родственники а он пальцем проводит по всей толпе играть кто братья мои и мать моя говорит и сестра моя кто слушает волю божью и исполняет и и вот и таких случаях на самом деле на суде вы помните ты сын благословенного до да если ягод скажу что нет я буду подобный вам лжец это я только на вскидку 4 там их там до бесконечности их достаточно много но другой стороны их реально все собрать прям все вот так прочитать вы знаете и столько пользы для себя понять что я говорю иисус далеко не был со всеми в мире я вот уже на библии на по матфею пятую главу сейчас пишем там всякий гневущийся на брата да и пойди примирись там с соперником кто что-то на тебя имеет и вот я помню свои вот это тоже в православии когда соприкоснулся ты если что-то с кем-то кто-то на тебя что-то имеет надо из кожи вон вылезти с ним примириться слушай я когда потом все время это в иисуса вчитывался западу да что же не стыкуется со всеми теми преданиями как они там тебе гнобят да иисус разве был со всеми в мире да его ненавидели его убить хотели каждый каждый первый фарисей и книжник готов был его с лица земли сжить он далеко был со всеми в мире нет а там оказывается заповедь совсем другая и очень простая оказывается действительно кого ты неправедно разгневавшись злословишь судишь там все это написано кто интересуется глубоко этими вопросами всегда всех приглашаю на свой канал кристалю библии и другие писания где мы читаем все касс очень просто вот и поэтому вы знаете в этом мире никто никогда иисус не призывал нас со всеми быть в мире там еще что-то игры всем там подлизывать я вот записывал ролик о том что да и что не дворение зла это достаточно великое дело любое маленькое дело может превратиться в огромное и само по себе она имеет огромную цену святость я буду еще дальше теперь думаю что все чаще чаще об этом говорить вы знаете святость вот эта верность христианство как называли святыми вы знаете оказывается по евангелию жить не так сложно не зря ян богослов и писал о чем я сегодня начал что любовь к богу когда мы любим бога написано что любовь и есть и если бой богу чтобы мы исполняли заповедь ибо это и есть любовь к богу чтобы мы исполняли заповедь его это ведь не я говорю его любимый верный ученик и заповеди горе не тяжкие и вы знаете когда ты действительно живешь по По Евангелию, ни по учению, ни по Моисееву закону, ни по всем пророкам, что у кого только там не написано, что кто только там не вытворял, ни даже по учению учеников Иисуса, нет, там тоже у них своего хватает, отличного от учения Иисуса, и уж тем более не по новому закону Моисеева, который является православие, протестантизм и католицизм, нет, именно по учению Иисуса Христа И по тому образу, который, его жизни, который мы видим в Евангелии, вы знаете, с жизнью, когда начинаешь исполнять эти заповеди, вчитываться, вдумываться, применять их к жизни, сличать их обязательно с тем светом, каждый день проводя опыты, что у тебя получилось, что нет, что у тебя лежит на сердце, потому что ты понимаешь, что ты что-то делаешь, ведь это исполнение заповедей Христовых в душе должен быть за любовью, что идет, а заповедь у него одна, любовь к любящим, к посторонним, к врагам. Что, Павел перечитает, плоды духа? Любовь и радость. За исполнением заповедей всегда последует радость. Неважно, даже если ты с этим человеком, дальше идет мир, любовь, радость, мир. Вы знаете, если ты даже с человеком не в любви, так скажем, это не любящий тебя, и ты, соответственно, не можешь его любить, если человек творит это зло. Но ты, общаясь с ним, да, говоря ему истину, вы знаете, у тебя на душе радость, потому что ты не погрешил, более того, ты сказав этому и благовеству и истину, у тебя от этого радость, потому что ты что делаешь? Ты христианин, ты образ учителя, ты ученик учителя. У тебя неважно, что этот человек даже тебя будет ненавидеть, может быть, после этого, у тебя будет мир в душе, потому что, я говорю, ты в Боге и Бог в тебе. Поэтому вот это вот говорение правды, да, ты будешь всегда не в милости, особенно это касается проповедников, хотя любой человек, он может устами не говорит, Господь сказал сотворить и научить, прежде всего мы сами творим, да, у нас может быть не супер дара слова, может вообще не быть никакого, вот, ну жить мы обязаны все по Евангелии, да, христиане, ученики Христовы. И, конечно же, вот эта вот жизнь, она уже тебя сделает в немилости, это понятно, как окружающий мир, потому что мир лежит во грехе, и ты всегда будешь как бельмо на глазу, как язва у них, как свет, вот, как жало, вплоть уже к ним, да, вот этой своей жизнью, ну, а тем более, если ты будешь об этом говорить, все эти неудобные вещи, вот, но такова жизнь, вы знаете, и вот эта любовь к истине, действительно, как и сказано в фессалентинцах, Павел тоже хорошо писал, что почему Бог, ну, там опять Бог, Бог пошлет, конечно же, не Бог, люди сами в себе принимают духа заблуждения, ибо святое место пусто не бывает, вы знаете, да, религиозная пословица или наоборот, атеистическую, научную, святое, как же это, природа не терпит пустоты, да, религиозное святое место пусто не бывает, ты, изгоняя из себя, как Павел говорит, почему Бог послал в последнее время, когда времена антихриста будут, когда он сядет во храме, выдавая себя за Бога, и они его примут, потому что не приняли в себе и не имеют в себе любви к истине, понимаете, почему, ведь многие антихристу будут поклоняться, кстати, из-за такого же лицемерия, ну да, он, конечно, урод, вы думаете, его любить все будут, да нет, конечно, как у нас, вы думаете, все, кто при царе его любит, да и все готовы на его место завтра сесть, какие-нибудь там его богатейшки, прихлебают такие же, кто-то, я говорю, там, лизоблюды и так далее, это люди такие, кто-то из-за денег, кто-то из-за удобства, кто-то из-за страха, то же самое будет при антихристе и так далее, и у нас всегда так, и вот люди, конечно же, любящие истину, они никогда не будут пребывать в духе заблуждения, они всегда будут, что, они же любят истину, Иисус об этом в Нагорной проповеди так и начинает, блаженные нищие духом, то есть, кто понял, что он такой, мы до покаяния, конечно, до встречи с Иисусом, никакого святого духа мы не имели, что мы хорошего-то делали, поэтому мы, когда поплакав об этом, утешимся, и что мы сделаем, смиримся, блаженные кротки и блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, вот эта вот жажда алчбы правды, она действительно человека насытит, он будет полноцен, когда он сам насытится, он начнет это изливать на весь мир, Господь так и сказал, что, да, источник этот станет из вас текущий в жизнь вечную для всех, да, вот так вот, и поэтому, вы знаете, любовь именно к истине, конечно, мы должны людям говорить правду, и вот так в массы, и в лицо, да, вы помните, Иисус беседует с Никодием, говорит, ты ли учитель израилев, этого ли не знаешь, то есть, он спокойно с ним беседует, не важно, что он там был учитель израилев, это был богатый, уважаемый человек, да, а Иисус ничего, как о нем красиво сказано, не смотрел ни на какое лицо, когда эти искушать-то подошли его, про подать-то кесарю, он говорит, мы знаем, учитель, правда, написано, что вот именно лицемерие подошли, лукаве, искушая его, мы знаем, что ты истинно учишь учению Божьему, да, истине, и не смотришь ни на какое лицо, и ни перед кем не заискиваешь, не преклоняешься, никому не угождаешь, да, ну, я немножко развил, но смысл там тоже именно такой, да, никому не угождаешь, и не смотришь ни на какое лицо, да, то есть, не лицемеришь, ты не меряешь по лицам, ой, при этом можно это сказать, при этом нет, вот это действительно так. Вот с годами я в этом уже четко убедился, вы знаете, конечно, это было у меня от начала, вы помните, я рассказывал про то, что даже, в принципе, мне кто-то помогает, когда-то там помогали тоже материально, сейчас, ну, поддерживали служение, сейчас что-то утихла поддержка, вот, я тогда тоже помню, кто вот мне, мне там лично помогал, да, вот эти сборы какие-то там на технику, на компьютерную, еще тогда все это с дома началось в деревне, и я тогда говорил, я говорю, вы не вздумайте подумать даже, помыслить, что вы меня там покупаете, или еще что-то, сейчас там все равно продолжается, вот, с Олегом, с братцем там сайт это делаем, вот, у нас далеко не общее мировоззрение, есть разногласия, достаточно, я бы сказал, серьезные, я ему как бы сразу говорил, слушай, я даже удивляюсь, как мы общаемся, вот, я говорю, долго ли протянем, не знаю, я надеюсь, да, потому что так-то, конечно, общаемся, я вижу, что любовь у него на первом месте, он сам об этом говорит, я говорю, при всех разногласиях, то есть, надеюсь, что мы, конечно, будем дружить, вот, дружба, это и есть любовь, просто между однополами, так называется, вот, и не важно, я говорю, там, вот, из близких кто-то с братьями, сестрами я общаюсь, я говорю, как думаю, вы знаете, я когда-то раньше еще, даже вот, и знаете, ладно, там, вот это ролики, я там вообще, конечно, я тоже ничего не стесняюсь, вы знаете, говорю все, как есть, все, что на сердце, но, знаете, был у меня момент, как-то я стал, вот, так скажем, к любящим меня, как-то все-таки, знаете, относиться с каким-то попустительством все-таки, думаю, да ладно, пусть там, вы знаете, прошло время, вот так как-то опять анализируешь, идет, 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 и я понимаю, что нет, нет, когда ты не такой, как ты есть, когда ты не искренен, вот, именно, когда ты не открыт истине, ты погрешаешь, и это погрешение против истине, против Бога делает тебя несчастлив, ты сразу чувствуешь тьму, ты как будто прячешься, вот, и я понял, что даже с близкими я буду такой, какой есть, я буду все говорить, как есть, я говорю, если я действительно сам считаю, что убийство животных, ибо это истина мира, это плохо, это страдание, если раньше я еще пытался, там, что-то думал, да ладно, не буду разжигать, но не хочет она, хотя уже сколько лет христианка, и что-то мне еще поют какие-то песни, что она там отказаться не может, то сейчас я, и вы знаете, я подумал, что это ничего не делает, ни меня счастливым, я не хочу, реально, даже, говорю, общаться тогда, просто не хочу, мне это противно, я говорю, это совместное убийство, так скажем, потому что, если я к тебе в дом приду, или просто знаю, меня никак с тобой не сближает, только отдаляет, вот и все. Вы знаете, меня поражать стала тогда, знаете, какая мысль, что тебя, вот, кто-то восходит на какую-то ступень, большего стерпения и еще чего-то, вы знаете, мне бы порадоваться хотя бы за него, слушай, я не такой, вот как в одной секции, да, но мне надо стремиться за ним, нет, мы еще готовы того, кто повыше поднялся, еще и в дерьмо затолкать обратно, куда-то типа вылез, давай-ка, давай-ка ко мне сюда, на мишку и ступеньку в дерьмо, нет, я понял, вы знаете, если ты хочешь там сидеть, сиди сам, я там сидеть не хочу, я хочу расти, ты хочешь, давай вместе расти, как ты будешь только расти, если ты сознательно протеешься истине, Иисус сказал, опять, правда, в таком духе, что типа Бог плохой, как эти люди по-другому воспринимать не могут, что кто противится Духу Святому и что единственный грех это хула на Дух Святого, который не прощается, почему? Да потому что это и есть Дух Истины, ты сам его протеешься, как он тебя, как это тебя изменит, ты сам отвергаешь истину. Вот, и вы знаете, к людям, которым сознательно противится истине, я стал, я говорю, относиться вот так, как относился Иисус, что это ко мне применимо, что в общем. И причем какая разница, я говорю, родственник ты мне, друг, брат, первый раз я тебя вижу, десятый, или еще вообще не видел, вот, говорю вот так на камеру. Если мы перестанем нести истину, мы завтра в отьму превратимся все, вот и все. Оно так раз, два, три, мы покатимся не туда. Я говорю, и вы знаете, я в этом просто убедился, в том, что, конечно, когда тебя тычут за какой-то платочек там, потому что это не является грехом, и ты понимаешь, слушай, что же выше, как говорит, любовь к человеку, или вот ты уперся в это, а я вам говорю, я вам и скажу, вы знаете, потому что есть грехи, я уже опять это еще раз, уже сколько раз повторяю, а есть нет. И, к сожалению, когда ты из-за ложного греха прессуешь человека, ты погрешаешь. И, кстати, тебя будет Бог обличать в любом случае. Ты будешь всегда... Свет будет этот брежать в тебе всегда. Бог всегда будет человек обличать даже самого страшного грешника. Он никогда человека не оставит. Но ты настолько будешь упертым, что ты не будешь его слышать. А вот вы знаете, когда настоящий грех, я говорю, я вот пытался бороться, анализировал вот это, я говорю, слушай, вот я говорю, вот то же самое вегетарианство. Ведь это серьезно. Это настолько серьезный вопрос. Это убийство животных, это убийство живых существ, которые страдают, мучаются. Вот там комментарий после моего ролика, кто-то писал, начал подкалывать про эти огурцы. Я сразу заблокировал человека. Ой, сейчас докатитесь и огурцы у вас будут живые. Но я понимаю, что человек просто безумный. Я не хочу с ним даже общаться. Я знаю, что его слова будут жалить его все равно. И сейчас, и потом они еще будут спринять. Общаться я не хочу с таким человеком. Так делал Иисус. Те, кто противились, он уходил все время. Что мне даст общение с этим человеком? Он издевается надо мной. Он убивает животных и еще издевается надо мной, который глаголит ему истину. Что мне даст общение с этим человеком? Ничего. Я могу только в это же дерьмо, в котором он сидит, свалиться за ним. Все. Что я могу предложить такому человеку? Слушай, хочешь, поднимись из него и стань нормальным человеком. А лучше святым. Вы знаете, я говорю, я это вот, когда уже четко понял, сейчас как-то дорос, я говорю, что все это, знаете, дружба вот с миром, вот в таком плане. Мир с грехом, с настоящим грехом. Ближнего твоего ничего тебе не даст. Ничего хорошего. Иисус не отгонял Иуду. Все правильно. Я тоже не гоню. В принципе, я говорю, ты можешь быть со мной, ты сам выбирай. Тебе противно, отойдешь. Но если, заметьте, Иуда все равно ходил с ним. И он им все время говорил, что один из вас предаст меня. Один из вас предаст. Иудина последний мужчина говорит, ты предашь меня. Вот так и я говорю. Я понял, что если он хочет, он сам будет ко мне все равно тянуться. Но я его буду все равно добивать в этом плане. Пытаться стучаться в него. Я не забуду. Я говорю, я вот в этом плане опять тоже вырос на определенный момент. Есть вот ступеньки, правда. Ты восходишь на них и назад ты уже не возвращаешься. Есть где-то вот так, знаешь, ходишь туда-сюда на эти ступеньки, мнешься. Бывает даже шаг вперед, два назад. Бывает в жизни и такое. А бывает, ты вот правда восходишь и уже все. Вот как говорят, непадательное состояние. Ты перешел в это, принял это. И это стало частью твоей природы. И ты в то состояние приходишь, как мы знаем, как я и говорю, это антиномия чудесная, божественная. Бог свободен. И при этом творит только добро, хотя имеет абсолютную власть и возможность творить зло. Но он его никогда не творит. И ты вот так потихоньку, потихоньку, тоже, я говорю, твоя природа в разных кусочках, в той, в той области ты истину позникаешь, признаешь, в ней утверждаешься и действительно становишься в этом плане богоподобным. Обладая полной свободой, не делаешь этого. Вот такое хотел. Я говорю, это я взываю к сердцу, к вашему, да, сегодня без особо, хотя тоже вам вспоминал места из Писания. Все места, как Иисус поступал, как говорил, мы обязательно соберем на канале Христа Лю Библии. Вы их обязательно, такой ролик увидите. А может даже он на этом канале выйдет, потому что, если вы заметили, я стал даже по Писанию, но сюда тоже. Вот, если это симфония, даже здесь выкладывать. Посмотрим, как это будет. Я сейчас просто еще не готов. Только сейчас, так как я там сайт, кто знает, все это переделываю. Ну, как будет готов, так и будет. Тогда вы его увидите. Но, я вот следующий ролик, вы услышите, я запишу, что истина, на самом деле, она не нуждается ни в каких доказательствах. Это как раз сейчас к этому ролику, прям вы в понедельник услышите. Ну, кто последовательно слушает, услышите другой ролик. Прямо за этим следом. Я их пишу обычно не просто так. Я их, кстати, собираю в один плейлист от начала своей проповеди. В них есть, конечно же, можно, кстати, и мой рост увидеть, действительно, и укрепление во многих вещах. Потому что, человек, дерево не только ввысь растет, но и ширину укрепление, да, кольцами. Вот, так что в следующем ролике я запишу, что любовь, ой, истина, опять об истине, да, которая есть любовь, свобода и бессмертие, они не нуждаются ни в каких доказательствах. Ну, сейчас, если я не остановлюсь, я уже это начну. На этом сегодня у меня все. Надеюсь, что-то вам открылось. Все это вас приведет к счастью, к свободе. Я говорю, познавайте жизнь учения Иисуса Христа, живите так, как показывал нам пример Иисус и учил. И вы убедитесь, что эта жизнь делает вас самих счастливых. Вот и все. Но она будет сопрошена не всегда, так скажем, с внешним счастьем. Но внутренне вы всегда будете блаженны. Это, кстати, факт. Я от собственного опыта говорю. Вот и все. Хотя, грубо говоря, внешне это будет казаться в вашей поступке всегда далеко не. И сам этот поступок, конечно, временный будет вам причинять психическую, душевную, как хотите, боль вот эти. Конечно, вот эти все разногласия, споры какие-то, да, диалоги такие противоречивые с кем-то. Конечно, меня самого, кто видел мои беседы, кажется, я на экране такой спокойный. А меня внутри всего аж там трясет просто хоть и валерьянку литрами пей. Вот. Конечно, это не проходит без следа, но вы знаете, это все как прах проходит через некоторое время. А то, что ты приобрел через это, то, что ты стоял в истине, делает тебя счастливым, я говорю, и Богом, действительно, как Господь и сказал. Потому что ты исполняешь его заповеди, ты действительно подвизаешься в совершенстве. Потому что наша цель всего мироздания, всех людей, каждого человека в отдельности достигнуть небесного царства. И там мы все, вот тогда там не будет вот этого, когда мы все придем в познание истины. Ну, как мы к нему придем, если никто не будет о ней говорить? Не делать, не говорить. Я вот это понял, что мы вешаем, эту временную жизнь, какой-то мир с кем-то, не сказать ему, слушай, не убивай животных, ты возойдешь на ступень богоподобия. Или промолчать. Я скажу и буду говорить. Не делай ближнему зла. Люби врагов. Иди, иди, мы все туда должны прийти. Не сиди на диване. Ты не спасен по вере, ни по какой. Ты получишь вечную жизнь, как Иисус сказал. Но смотри, как бы это вечно не оказалось тебе воскресением осуждения. Как бы ты не оказался тем негодным рабом, которого выкинуть во тьму внешнюю. Это о христианах Господь в всей притче рассказывает. Кто читает со мной Писание, тот знает. Павел сказал, смотри-ка, чтобы быть одетым в бессмертие, в нетленное тело, не оказаться тебе нагим. Или не в брачной одежде, как Иисус говорил. И тебя выкинут во тьму внешнюю. Это очень важно. И ты все эти образы выкинут. Ты никуда, ты просто не будешь там. Ты не достоин этого. И там другие люди. Они не такие. Ты будешь с теми, кого ты достоин. Вот так вот. На этом у меня все. Если мои ролики нравятся, знаете, что делать. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok